Назад в СССР После полномасштабного вторжения России в Украину около 1200 иностранных компаний покинули или ограничили свою работу на рынке страны-агрессора. Инвесторы этих компаний понимают, что Россия сегодня – это очень серьезный барьер для развития их бизнеса, это репутационный риск. Жители больших городов простились с сетью ресторанов быстрой еды «Макдональдс» и кафе «Старбакс». Вот «Старбакс» не работает, все, он закрылся. Одной из первых серьезными проблемами столкнулась автомобильная индустрия. Экспорт машин прекратили Audi, BMW, Ford, Jaguar, Land Rover, Skoda, Porsche, Volkswagen, Honda, Toyota и многие другие. Покинув рынок России, автомобильные бренды свернули свое производство на территории государства. Если три года назад Путин помпезно открывал завод «Мерседес», то сегодня может похвастаться разве что «Ладой» без подушек безопасности. Все эти сборочные конвейеры, которые обеспечивали насыщение российского рынка автомобилями, они ушли. В результате этого цены на поставки автомобилей резко выросли. Если до февраля за 2 миллиона можно было купить качественную иномарку, то сегодня приходится довольствоваться отечественным автопромом. Два мотива – миллиона рублей. Не лучше ситуация и с авиатранспортом. Компания Boeing и Airbus, обслуживающие российские авиакомпании, вышли с рынка, потребовав вернуть воздушные суда. Российское правительство позволило просто украсть эти самолеты, но столкнулись с другой проблемой – гарантией. Все вопросы с безопасностью обеспечивали производители, поставляя необходимые комплектующие и обновляя программное обеспечение. После начала полномасштабной войны обслуживание прекратилось. Тут даже речь не столько о комплектующих. Речь о безопасности полетов и о критериях безопасности полета. Ситуация, когда для того, чтобы взлетел один самолет, есть такое понятие – технологический каннибализм. Разбирается два других. Еще один сильный удар по российской экономике – это выход мебельного гиганта IKEA. Уход IKEA, а это не только ритейл, это еще и создание мебели, это еще и институты, которые готовили разработки, это еще и целый комплекс смежных отраслей, которые обеспечивали создание интерьеров. Опустили прилавки супермаркетов. Многие европейские компании, к продукции которых привыкли россияне, прекратили производство на территории страны-агрессора и перестали поставлять свои товары. После того, как путинский режим упадет, не факт, что многие из этих компаний захотят, в принципе, возвращаться в Россию, понимая, что это очень непредвиденная страна. Так граждане столкнулись с дефицитом премиального алкоголя, бытовой химии, продовольствия. Не помог перекрыть недостаток даже так называемый параллельный импорт. Более того, на контрафактные продукты цены в разы больше, жалуются покупатели. Таблетку для пустомойки, ну вот реально, друзья, ну вот за 4 тысячи, вот вы можете себе позволить себе купить коробку? Я не могу позволить, честно. Для меня это объективно дорого. Не лучше ситуация и с одеждой. Рынок покинул бюджетный производитель одежды H&M. Свои магазины свернула крупнейшая европейская компания In the Text Group, которая насчитывает в себе 7 масс-маркетовых брендов. Прям печально это видеть. Вася Матутти, H&M, Zara. Плачут и богатые. Всемирно известные модные дома Cartier, Louis Vuitton, Chanel, Dior, Belenciaga и многие другие захлопнули двери своих бутиков. Более того, такие предметы роскоши недоступны российским гражданам и в магазинах за границей. Российские женщины остались без качественной косметики. Из страны вышли бьюти-бренды, как Sephora, L'Oreal, Mas, Klinic, Tom Ford и многие другие. Знаете, у меня осталось еще пол баночки тонального крема Estee Lauder. Пожалуй, я запру его все и буду просто наслаждаться как реликвией, что когда-то была в моем семействе. Страшно. Очень страшно. Мужчины столкнулись с проблемами поиска качественной техники. Воз на территорию России этих товаров запрещен, так как они включают в себя полупроводники, которые можно использовать для производства ракет. Поэтому большое количество брендов электротехники прекратили свое производство в России и вышли из рынка. После выхода с России, к примеру, таких компаний, как Samsung или LG, дефицит тех же телевизоров в России становится критическим. И вот именно из-за этого мы сейчас видим, как Россия пытается в любой способ договориться с Китаем о поставках вот этой бытовой техники. Уход большого количества брендов вызвал проблемы на рынке коммерческой недвижимости. Торговые центры пустуют, а их владельцы недополучают деньги, что приводит к банкротству. Жутко. Ой, еще эта трава сухая, смотрите. Как-то совсем прям... Как-то так. Более того, бюджет России недополучает миллионы налогов, которые направляли в казну крупный и малый бизнес. А десятки тысяч людей потеряли свои рабочие места. Бизнесы, которые ограничили работу или полностью ее прекратили, формировали приблизительно 40% российского ВВП. И с этого факта мы можем сделать вывод о том, что выход иностранного бизнеса из РФ критически влияет на ситуацию в России, на инвестиционный потенциал. Хотя некоторые компании все еще продолжают работать в стране-агрессоре, наполняя бюджет кровавыми деньгами, большинство иностранных инвесторов покинули рынок России. Из-за Путина и его решения начать полномасштабное вторжение в Украину, Российская Федерация стала токсичной для цивилизованных компаний, что откинуло государство на десятки лет назад.